привет моделисты и моделистки и кей с вами сегодня вводное видео о постройке макета я буду делать отдельные видео по постройке своего макета но это в общем и для начинающих кто хочет с стартового набора сделать больший макет или же уже вашего макета расширить макет перенести его к примеру на shelving layout и для канала dread craft station классный канал ссылочка будет в описании обалдеть человек хочет сделать в мастерской он уже начал своей мастерской такой вот shelving layout он будет ближе к потолку скажем может даже сэкономить хорошо на вот сына и на всяких теперь shelving layout то есть у вас какой-то такой есть кронштейн так к стене делается рама и уже пенопласт в основном специальный пенопласт на нем вы делаете такой бейсборд и отсюда и пляшки теперь путевой материал самое главное ребята и девчата добиться максимального радиуса вот на данном макете на моем я использую rocco r10 это 888 миллиметров радиус смотрите как да это rocco rocco with bed как по-немецки поправьте меня то есть этот радиус почти 35 инч из не настраивайте свои экраны мониторы потому что я специально в этом углу сделал такой закат осенний хиуи phillips лампочки можно сделать даже компьютерное управление но вот смотрите как смотрится вагоны длиной 303 миллиметра на таком радиусе это хороший радиус в стартом наборе радиуса конечно минимальные 18 инч 20 22 24 обычно другой уже будет flex но эта тема для другого видео мне очень понравился проект дреда локомотив аврора из игры и я с удовольствием помогу с цифрой мой макет стоит на подмакетники столах я сделал очень много видео из магазина частично я использую вот эти рамы метр двадцать почти от высота от пола до для моего роста для людей среднего роста и и высокого роста очень хорошо смотреть в перспективу на движущийся поезд это такие самые базовые рекомендации вот на сегодня я думаю заканчиваем пишите вопросы мне будет проще делать другие видео для вас до свидания